Программу представляет офтальмологическая клиника «Оптик-центр» по адресу улица 40 лет октября 15, телефон горячей линии 8 800 775 78 58. Уровень отечественной медицины сложно оценить однозначно. В одних областях мы наравне с передовыми странами, в других есть над чем работать. Сегодня в центре внимания офтальмология. Как это направление развивается в Челябинске? Где проверить свое зрение, как оснащены наши клиники и насколько подготовлены специалисты? Эти и другие вопросы мы задавали на улицах нашего города. Я проверяла зрение в последний раз где-то в декабре прошлого года. Но, слава богу, оно меня пока не беспокоит. Где это сделать, честно, не знаю. Если бы мне пригодилось, я, наверное, конечно же, нашел, благодаря знакомым, работающим в медицине, либо воспользовался бы интернетом. Можно проверить зрение поликлиники в своей. И иногда даже так делаю. Ну, это все индивидуально. Каждый человек смотрит по себе. Лично я бы не пошла к нашим бесплатным офтальмологам. Я бы себе не хотела делать операцию до поры до времени, если это не взойдет уже на такую сильную, серьезную стадию. Я знаю в Челябинске пару центров, которые достаточно хорошо себе рекомендовали. Я знаю это и от друзей, и от родственников. Поэтому я считаю, что почему не сделать такую операцию, если на самом деле хороший эффект гарантирован, и уже многие люди сделали ее. Бытует такое мнение среди обывателей, ну, среди жителей нашего города в том числе, что если хочешь получить качественную медицинскую услугу, то необходимо поехать либо в Европу, либо в Израиль. Вот то, что касается офтальмологии. Это правило тоже действует? Я с этим не соглашусь. То, что касается офтальмологии, я уверен, что можно решать все проблемы в Челябинске, ну, как максимум в Москве. То есть в России проблемы офтальмологии можно решить в 99,9%. Наша концепция – это решение всех проблем зрения. То есть проблемы плохого зрения мы решаем при помощи многих способов. И какими-то методами терапевтическими, и методами более радикальными. Это вот как раз хирургические методы коррекции проблем зрения. А есть вообще какие-то рекомендации при человеку только очки, ему невозможно помочь по-другому? Или наоборот, по каким-то причинам, ну, очки неэффективны, нужно хирургическую помощь? Да, есть как раз много таких вот ситуаций, да, когда очки не позволяют скоррегировать, они не позволяют полностью вернуть человека к нормальной жизни, к деятельности, к трудовой. И вот как раз в этом заключается задача наших специалистов, наших врачей, наших хирургов, да, чтобы разобраться в ситуации и предложить человеку вот именно, что необходимо этому пациенту, да. То есть так как инструментарий у нас широкий, вот, очки, линзы, оперативное лечение, в рамках операции мы тоже можем предложить несколько вариантов. То есть в зависимости от возраста, в зависимости от профессиональных каких-то навыков, вернуть человека максимально быстро и максимально качественно. Вот. И арсенал для этого у нас есть. Что касается лазерной операции «Лазик», цель которой скорректировать зрение при дальнозоркости, близорукости или астигматизме, ее специалисты-офтальмологи часто считают косметической процедурой. Как такового хирургического воздействия на глаз не производится. Срезается только верхний слой роговицы и после воздействия лазера возвращается на место. Процедура абсолютно безболезненна для пациента. То есть получается сделать лазерную операцию на глаза может оказаться быстрее, чем выбрать очки. Да. Ну вот только дороже. Сегодня эта процедура, не назову ее модной, но в принципе сегодня это определенный круг людей, это определенная ниша, которая имеет право на жизнь. То есть я еще раз повторю, она является такой косметической процедурой. То есть формируется на роговице клапан, который при помощи одноразового лезвия, которое идет именно на одного пациента, то есть формируется этот лоскут, он откидывается и делается вмешательство лазером. И соответственно клапан вкладывается на место, то есть никаких швов, никаких человек уходит. На следующий день он приходит на контрольный осмотр и в принципе обыватель, предположим, заглянув, как говорится, в глаза этому человеку, он не увидит следов операции. Но человек буквально через несколько дней уже возвращается к своей нормальной жизни. Все уже привыкли, что если речь идет об операции с глазами, то как правило тут же всплывает лазерная хирургия. А что такое рефракционная хирургия? В свое время, когда я начинал работать, заведующая отделением, которая меня учила, она говорила, попомни мои слова, что будущее рефракционной хирургии лежит внутри глаза. И лазерная хирургия, это тоже рефракционная, и хирургия при помощи имплантации искусственного хрусталика, это тоже рефракционная хирургия. Только мы прикладываемся к разному участку оптического тракта. Лазерная хирургия мы воздействуем на роговицу, а при помощи оперативного такого лечения и при помощи экстракции линзы интерокулярной мы уже внедряемся внутрь глаза. Мы убираем хрусталик, как естественный, и имплантируем на его место искусственную линзу. И, соответственно, исправляем близорукость, гиперметропию, либо какие-то другие аномалии рефракции. Вроде бы болезни глаз, проблемы зрения, они не связаны с возрастом, у малышей бывают. Но, тем не менее, фигурирует цифра 40, 40 лет. Почему именно 40 лет? Да, 40 лет, то есть это, можно сказать, такой рубеж, до которого человек, в принципе, даже абсолютно здоровый, не замечает никаких проблем со зрением. В 40 лет происходит изменение в хрусталике. То есть хрусталик – это такая часть оптического тракта, которая отвечает как зум в фотоаппарате, как линза в фотоаппарате, которая отвечает за зрение вблизи или вдали. В зависимости от того, куда мы направляем свой взгляд, мозг дает команду для того, чтобы хрусталик принял определенную конфигурацию, как линза. К сожалению, с возрастом не происходит у нас омоложение, да, то есть все-таки происходят такие процессы необратимые, да, на которые мы, к сожалению, не можем влиять. Еще до недавнего времени большинство людей старше 40 лет были вынуждены носить малоэстетичные бифокальные очки, либо очки с плюсовыми диоптриями на кончике носа. Сегодня же им на смену пришла прогрессивная линза, но это также вариант для поклонников очков. Что касается лечения пресс-биопии возрастной дальнозоркости, то речь здесь идет о лазерной операции «Пресс-Белазик». Такие операции еще некоторое время назад проводили далеко за пределами Челябинска. Сегодня их практикуют и у нас. Результаты пресс-белазика поражают не только пациентов, но и опытных хирургов и сотрудников офтальмологических клиник. Я так понимаю, наиболее частые операции, любимые или популярные, это имплантация мультифокальных линз. Я уже начинаю разбираться. Это, видимо, линзы, которые позволяют хорошо видеть и вдали, и вблизи. Раз нет хрусталика, который наш родной, который был, который помутнел, он отвечал за зрение вдаль и вблизи. Когда мы хрусталик имплантируем обычный, монофокальный, то, соответственно, мы человеку даем зрение вдаль. Но человек вправе решить, если для него это очень важно, и он говорит, знаете, я не хочу. Тем более, что операция ничем не отличается, техника ее такая же. Просто только цены и высокой технологичности именно вот этого хрусталика. В прошлом году мы имплантировали порядка 100 таких хрусталиков. Это очень хороший результат. Сегодня мы уже на 8 месяцев работы имплантировали больше 100. Профиль, который формирует лазер на глазу человека, математически описать очень сложно. Тем не менее, этот профиль роговицы позволяет получить человеку желаемое зрение. То есть одновременно и вблизи хорошее, и вдали. Мы всей операционной командой работали над первыми пациентами, которые делали пресс-белазик. Я видел их всех на следующий день. То есть вместе с врачами, естественно, переживали о результатах. И лица радостные, которые уже буквально с дверей, немножко успокоили нас. Потом, впоследствии, когда мы провели диагностику полную после операции, убедились в том, что результат превосходен. Наверное, какое-то волшебство, потому что мы прооперировали первые 5 пациентов. Вот это случилось 4 октября. Я думаю, что эти 5 человек я не забуду никогда, потому что сама являюсь в этом пресс-биопическом возрасте. То есть, в принципе, операция та же лазерная коррекция. Лазер формирует в самом центре роговицы дополнительную такую линзочку, которая заменяет очки или контактную линзу. Она очень-очень маленькая. Но вот эта вот шишечка буквально позволяет человеку сохранить зрение вдаль, во-первых, и хорошо читать. Они реально читают самый мелкий шрифт. Там у нас мало времени еще прошло, но пока все эти 5 человек, они просто в восторге. Еще несколько лет назад катаракту считали едва ли не приговором, особенно для людей в возрасте. Оперировали с большими рисками и ждали, пока она созреет, поскольку так было менее опасно. С появлением лазерных технологий появилась возможность оперировать на ранних стадиях и с минимальными рисками. И люди, которые видели картинку, как в тумане, обретают хорошее четкое видение, даже те, кому за 60, 70 и 80. Это совершенно не страшно. Слава Богу, мы имеем возможность поставить хороший искусственный хрусталик, который будет позволять видеть хорошо и близко, и далеко. И все проблемы, в общем-то, глазные решит. Если все-таки появляется туман при определенном освещении или следующий визит к офтальмологу, снижение на строчку снизилось, обольщаться не стоит, что она пройдет или что капельки какие-то помогут. Это не поможет, это точно. То есть эта техника позволяет в небольшое время с небольшим травматизмом, с минимальным травматизмом имплантировать этот хрусталик, и он спокойно расправляется и, как говорится, устанавливается на место предыдущего хрусталика. То есть опорные элементы крепятся в капсулу, и, соответственно, операция на этом завершается. После операции накладывается такая глухая повязка. На следующий день приходят на перевязку, хирург производит осмотр, оценивает состояние. А оперировать катаракту сейчас, конечно, лучше не зрелую. То есть ждать какого-то там созревания или ухудшения зрения смысла нет. Операция проходит легче, когда катаракта начальная, да, не очень плотная, не очень твердая. Раньше 60+, это только просто была наша аудитория, даже не 60, я бы сказала 70+. И сейчас мы так же точно их оперируем. 93 года недавно бабушку прооперировали, участницу там всех воин. Возрастных ограничений тут тоже нет. Все зависит от общего состояния, если человек в состоянии. Если мы можем пообещать зрение, там далеко зашедшие какие-то процессы, дистрофические сетчатки, и мы видим, что зрение мы не получим, это, наверное, не имеет смысла. Но вообще, если мы можем пообещать, хотя бы имеем шанс на какое-то зрение, то мы, конечно, ее делаем, не отказываем. Самое главное то, что происходит в нашей клинике, да, то есть, что все процессы контролируются одним человеком, да, то есть это хирург, который смотрит на начальном этапе, хирург, который именно оперирует, и хирург же производит вот этот осмотр после операции. Несколько раз еще приходит пациент, мы его осматриваем, вот, в принципе, через неделю, как правило, почему, так как, ну, бывают катаракты и на обоих глазах одновременно, вот, но, как правило, второй глаз мы оперируем через неделю, вот, ну, и, соответственно, я бы сказал, что вот примерно месяц нужно на возврат, как говорится, на возвращение человека к своей такой полноценной жизни. Конечно, эффект от операции, возвращение зрения – процесс удивительный и часто эмоциональный. Вместе с пациентами эти эмоции переживают и врачи, и сотрудники клиники. Запоминаются, безусловно, люди, которые, придя на следующий день после операции, они бегут здороваться за руку, либо молча, там, обниматься, и кто-то абсолютно хладнокровно заходит и читает десятую строчку на таблице и говорит, что да, действительно, все хорошо. Количество пациентов, которые перенесли лазерную операцию, исчисляется сотнями или даже тысячами. Но некоторые истории остаются в памяти надолго. Ну, это был пациент с высокой гиперметропией, длинозоркость, очень высокой с детства. Потом он сделал себе лазерную коррекцию, но гиперметропия лазером убирается недостаточно хорошо. И у него сколько-то он проходил без очков, там, месяца три, наверное, потом все-таки опять он вернулся к очкам, и там был очень большой астигматизм. Он приходил последние, как говорится, годы и не мог подобрать себе очки, не мог скоррегировать себе, исправить зрение максимально, да, при помощи очков. Он пришел очередной раз к нам в магазин в оптику, консультанты сказали, все, надо идти к хирургу, надо консультироваться, и есть вот такая возможность. Он пришел, проконсультировался. Таких хрусталиков не было. Мы долго переписывали, мы не столько долго ждали этот хрусталик. Эти стигматизм очень был большой, таких, в принципе, хрусталиков не делает никто. Еще и диоптрии очень много. Это была действительно индивидуальная работа. Одна линза была выточена именно по нашему заказу, а вторая линза, то есть даже такой линзы они не могли сделать. И хирурги наши созвонились с коллегами из Японии, и они по телефону дали рекомендации, как нужно имплантировать линзу, которая не доходит, то есть по диоптриям не до должного результата. Они подсказали, что нужно сделать атипичный разрез и имплантировать атипично, да, и что когда пройдет процесс заживления, то произойдет изменение роговицы и каким-то образом компенсируется недостающая диоптрия. Поставили, он никогда не видел столько, ни в каких очках, потому что очень разные глаза, очень большой стигматизм. Там линзы вот эти очковые, толстенные всегда. Он к себе привык вот к такому вот очкарикам. Он, кстати, молодой, да. И сейчас вот он пришел тут вообще, вся клиника, по-моему, его запомнила. Потому что он был очень счастлив. К проведению лазерной операции на глаза существует ряд противопоказаний. В частности, не в каждой стране принимают пациентов моложе 18 лет. В этих случаях, помимо очков и контактных линз, есть еще одно эффективное решение. То есть вот ребенку мы не можем делать лазерную коррекцию, пока не вырастут глаза. А пока ребенок растет, аномалия рефракции есть. Очками пользоваться ему не нравится. Его там дразнят в школе. Линзы контактные, это тоже определенная проблема для ребенка. Существует ортокератология. То есть это жесткая контактная линза, которая одевается перед сном на ночь. Одевается мама или там сам ребенок одевает, это не важно. Ребенок в ней спит, а потом утром ее снимает. Вот эта линзочка, она изменяет кривизну роговицы. Точно так же, как бы мы сделали лазерную коррекцию. И вот эти линзы, это как бандаж на ночь одетый. Этой линзы, вот этого эффекта хватает на день, иногда даже на два. Весь день ребенок там активно бегает, занимается спортом, не разбивает очки, не садится на них, не теряет контактные линзы. Это очень удобный вид коррекции именно для подростков. А потом уже, когда исполнится 18 лет, то, пожалуйста, мы можем уже сделать лазерную коррекцию. Это такой вот промежуточный этап коррекции зрения. Именно за последние 7 лет черябинская офтальмология поднялась на очень высокий уровень. Это связано с новыми возможностями науки и техники, в частности, с точной и быстрой диагностикой. За несколько минут мы можем провести столько измерений с одним человеческим глазом, что раньше невозможно было сделать за несколько месяцев. Рядовая диагностическая станция, которая представлена в нашем этом здании, делает порядка 9 тысяч измерений за 3 секунды. То есть руками такого сделать просто невозможно. Мы получаем столько цифр, столько информации о каждом человеческом глазе, что в состоянии проанализировать и смоделировать практически любую операцию лазерную на нем, чтобы впоследствии предложить человеку наилучший результат. Содержание и эксплуатация такого сложного и дорогостоящего оборудования – отдельная забота офтальмологической клиники. Чистота и точность – два главных правила операционной. Высокая точность оборудования предъявляет высокие требования к климату в операционной. В операционную закрыт доступ людям, которые пользуются парфюмом, либо какой-то сильно пахнущей косметикой. В связи с тем, что любые летучие углеводороды влияют на мощность, на энергию, собственно, лазерного луча. Лазер получает информацию в свою базу данных непосредственно из диагностической станции, которая находится сейчас прямо под нами. Файлы, которые подготавливает диагностическая станция там внизу на первом этаже, содержат в себе фотографии радужки. Именно по этому изображению, по изображению радужной оболочки каждого человека, лазер определяет принадлежность этих данных к определенному лицу. Есть методики, которые здесь в Челябинске еще не освоены. То есть дело не в том, что они намного сложнее. Дело в том, что оборудование конкретно для них, очень узкоспециализированное, стоит сумасшедших денег. Ну, собственно, как и все в офтальмологии. Сколько понадобится времени для того, чтобы у нас здесь, в Челябинске, либо даже в оптик-центре появилось это оборудование, я сейчас не могу сказать. Но темпы, с которыми мы развиваемся, дают понять, что далеко это от нас не убежит ни в коем случае. Сегодня прогресс в разных областях упростил и улучшил нашу жизнь. И многие вещи становятся привычными. К таковым относится и возможность иметь хорошее зрение, а значит и совершенно иное качество жизни. И, несомненно, радует то, что все или почти все достижения современной офтальмологии сегодня в своей практике используют и челябинские врачи. Все интересующие вас вопросы вы можете задать по телефону горячей линии 8 800 775 78 58. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok